Сенсация случилась еще до показа первого конкурсного фильма. Режиссер сказал, что это не его версия, и после Кинотавра, когда фильм выйдет в большой прокат, он уберет своими из титров. Зрители на Кинотавре увидели смонтированную ленту, с которой согласился продюсер. Вот такой разнобой в среде киношников, конечно же, отразился на блокбастере. Фильм с многообещающим названием вызвал недоумение, недопонимание, что, собственно, хотели сказать те, кто задумывал этот кинопроект, и как такая лента вообще попала на конкурс. На мой взгляд, это дискредитирует Кинотавр, потому что Кинотавр – это национальный кинофестиваль номер один. Это уровень, это марка, это селекция высочайшая. Поэтому, когда рядом с такими мастерами, как Боря Хлебников, например, и Андрей Сильвестров, и даже такими молодыми мастерами, как Резуги Кенешвили и Иван Шахназаров, рядом стоит вот это, у меня это вызывает исключительно недоумение и раздражение. На пресс-конференции авторская группа еще раз пояснила версию режиссерскую, возможно, будет увидеть, но далеко не сейчас, а, например, через несколько лет. А пока своему продюсерскому кино обещают громкий успех в прокате. Фильм выйдет 13 июля. Сам же режиссер Роман Волобоев очень сожалеет, что зритель увидит совсем другое кино, не его. Ты должен потрогать что-то, что людям важно. И для меня эта история была про Москву и про Россию, про девочек и про мальчиков, и про, извините за, вы записили разные чувства, да? И это была комедия про это. Это была комедия про людей, которые совсем согласились и живут по правилам, как героиня Света Устиной, и про людей, которым на эти правила пофиг. И это была история про это. Мне кажется, что была продюсерская версия этого не осталось. В аннотации заявлена эта черная антимосковская комедия по мотивам реальной истории. Лиза, 33-летняя уроженка Омска, ведущая программы «Спасти любовь», переживает тяжелый день. Унижение на работе и шутки коллег изменяет бойфренд. Все это доводит ее до нервного срыва. Ночью в райцентре электрогли Лиза становится свидетельницей налета на точку микрокредитования и оказывается в заложниках у грабительницы. Красивой, но плохо соображающей Наташи, решившей вырваться из провинциального болота. И мы хотели снять такое кино, чтобы девочки, ну то есть и все узнавали себя, чтобы это было такое узнаваемое кино, узнаваемые женские образы. И доказать, что женская дружба существует, что вообще человеческие отношения – это превыше всего. И не бояться, главное – следовать за своей мечтой, за самой собой и не бояться доверять людям. А тем временем в зимнем второй день смотрят фильмы совсем молодых режиссеров. Там проходит конкурс «Короткий метр». Какие новые режиссеры. На программе «Короткий метр» всегда это очень ярко, потому что здесь, как правило, даже бывают более интересные какие-то такие вот насыщенные работы, чем уже в полнометражном кино. Потом здесь выставляется несколько моих друзей, однокурсников, поэтому мне очень интересно. Сегодня было представлено 9 конкурсных работ. Лучшие назовут завтра на торжественной церемонии закрытия конкурса «Кинотавр. Короткий метр». Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.